Приветствую вас, я вам, помнится, уже отвечал на вопрос, на ваш, до этого вы задавали вопрос, там у вас тоже было такое довольно объёмное сообщение, вот, так что я полагаю, что со мной вы уже знакомы, вот, и, соответственно, вы мне даже лайк поставили, помнится, за что вам спасибо, безусловно, вот, значит, ну, во-первых, прежде всего, хочу сказать, что те мои рекомендации, которые я давал, они остаются в силе, то есть, я их не отменяю, мне вы не писали, насколько я помню, вот, поэтому, соответственно, если вы работали со специалистом с высоким рейтингом тут, то это явно был не я, вот, ну и немного печалить, что вы выбираете специалистов именно с высоким рейтингом, а не смотрите на их, как бы, ну, на отзывы, да, и на то, как они работают, потому что от самого рейтинга это зависит, ну, мне кажется, далеко не всегда, хотя, с другой стороны, есть, например, Кудрячев Игорь Леонидович, который, по моему мнению, является одним из лучших специалистов здесь, в своей области, конечно, то есть, вот, по НЛП и по психотерапии, вот, ну, это мое сугубо личное мнение. Давайте для начала я вам скажу о своих чувствах от вашего текста вообще. Что мне хочется сказать, это то, что вы вообще напрочь просто забили свою чувственность, то есть, просто напрочь, вы, знаете, у меня такое ощущение было, что я читал робота какого-то, вот, то есть, вы подавляете в себе чувства, в психологии это называется жизнь, сценарий без радости, жизнь без радости, вот. Собственно, мне кажется, что в общем и целом, это единственная ваша проблема без радости, сценарий без радости, можете о нем почитать, в интернете это есть, автор этого Клод Штайнер, вот, можете почитать. То есть, если просто, вот, брать такую глобальную панораму вашей проблемы, то она в этом. Нет работы с чувствами. Я не имею права чувствовать. Все свои чувства я зажимаю. У меня переизбыточная рационализация, у меня доминирование взрослого. Да, то есть, я все анализирую, я все планирую, я все, значит, пытаюсь подчинить контролю, да, вот. И, собственно, говоря, кроме взрослого, то у меня больше ничего нет. Нет чувств, нет понтанности, нет желаний, нет свободы. Понимаете? Вот. Я полагаю, что я бы начал с этого. То есть, просто с работой над вашими чувствами. Сначала, чтобы вы сами себе отдавали отсчет, что я чувствую сейчас. По поводу чего у меня это чувство сейчас. Чего я хочу сейчас. Понимаете? Потому что апатия, апатия, по сути. Ну, я вам, наверное, уже говорил об этом в своем прошлом ответе, что апатия – это такое ощущение, когда человек чувствует, что его подавляют другие силы. То есть, он делает не то, что хочет. Он чувствует, что надо, он знает, что надо, надо это делать. Надо это делать. Надо делать то, что он делает. Но он не хочет. И вы, соответственно, с раннего возраста, 16 лет, вы испытываете вот это надо. То есть, у вас надо работать. На самом деле, в 16 лет работать не надо. Говорят, что детство, если оно есть, да, вот человек в детстве, ему нужно как можно больше в этом детстве оставаться. Вот. То есть, апатия, по сути, это потеря личностного смысла. Яркий пример – это вот, знаете, когда, ну просто, чтобы вы поняли, когда Советский Союз развалился, да, многие люди оказались просто, ну, они не понимали, что делать. Все, чем они жили, все ушло. И наступила апатия. Да, наступила апатия. Потому что нет целей, нет, значит, привычных ориентиров в жизни и так далее. И люди выяснили, что оказывается, сами по себе они ничего не могут. То есть, если их вперед не долгать, если их не гнать вперед, то они сами ничего не могут. Вот что такое апатия. Апатия – это признак депрессии, да. А депрессия, в свою очередь, это, ну, помимо негативных установок, которые вам не давали родители, и здесь я бы, на самом деле, высказал бы свои сомнения. Ну, ладно, до этого мы еще дойдем, я думаю. Вот. Помимо негативных установок депрессия – это еще и, опять же, подавление тем, что надо. То есть, мне надо, я должен. Я должен. Я свои чувства зажимаю, я должен. Вы говорили, что в детстве вы были довольно нерешительным человеком и закомплексованным. Это же никуда не делось. Но вы компенсировали это своим взрослым. То есть, вот, по ощущениям, я прочитал текст, это текст такого робота. Бесчувственного, безэмоционального. То есть, чувств и эмоций вообще нет. Поэтому вас ничего не радует, что у вас абсолютно отсутствуют любые, ну, по крайней мере, так мне почувствовалось. У вас отсутствуют чувства. И радости вы не испытываете, потому что радость – это спонтанность. Радость – это спонтанность, это свобода в выражении чувств. А у вас, даже когда вы ездите куда-то, это не чувство. Ну, вот, так мне опять же показалось. Это просто такая, как мысль, такое озарение, что надо вот это сделать. Надо опять. Опять надо. Понимаете? Вот. Кроме того, есть некоторое противоречие, на мой взгляд, в ваших планах. Вы говорите, что у вас в перспективе есть желание на постоянной основе работать с психологами в целях самосовершенствования. Ну, только вот зачем – не очень понятно. Ну, да ладно. Вот. То есть, одно дело – лежать проблемы, которые вам мешают. А другое дело – самосовершенствоваться. Вот. То есть, другой вопрос просто. И в то же время вы пишете, что я хочу работать очно с психотерапевтом по НЛП. Ну, так вам надо определиться. Если у вас будет слишком много психологов, то, как правильно сказал мой коллега и Игорь Летучий, они просто превращаться в безликую массу для вас. То есть, как сейчас все безликое у вас в жизни, так и с психологами будет тоже все безликое. Не будет никакой индивидуальности. Понимаете, нужно, чтобы психолог был для вас именно кем-то. То есть, чтобы вы увидели в нем индивидуальность. Может быть, индивидуальный подход, индивидуальные там особенности какие-то. Ну, вот. И за счет этого сами почувствовали себя индивидуальным. Потому что, когда вы работаете с психологами, то вы просто клиент. Отчасти поэтому, мне кажется, что ваш психотерапевт пытался на вас заработать. Потому что вы вели себя так, как клиент. А на клиенте хочется заработать. Знаете, вы не вели себя как личность. Ну, опять же, я понимаю, может быть, это просто недобросовестный специалист. Но, исходя из того, что вы написали, мне кажется, что да. Ну и, соответственно, вот вы говорите на основе ответов, выбрать специалиста для будущего сотрудничества. Ну, понимаете, вот опять же, ну, помимо того противоречия, да, которое я уже сказал. Может быть, вы имели в виду, что хотите поработать с НЛП очень кратковременно. А со специалистами и психологами работать дальше. Но, я уже сказал, да, что специалистами работать со специалистами не стоит. Ну, надо выбрать одного своего и с ними работать. Да, можно попробовать нескольких, да, то есть обратиться к нескольким, поговорить, посмотреть, пообщаться. Вот. Но потом все равно прислушиваться к своим эмоциям, к своим чувствам. Понятно? Вот. На мой взгляд, идеальный специалист для вас, это женщина, старше вас, лет, лет, может быть, ну, не знаю, лет сорока, сорока пяти, где-то так. И вот, чтобы вы с ней работали. Мне кажется, это идеальный вариант. Потому что с мужчиной, я думаю, что вы будете склонны конкурировать. Вот. Ну, мне почему-то так кажется. Дальше. Значит так. Ну, хорошо. Теперь по поводу информации. Информации вы предоставили действительно много. Медицинские показания здесь, они, кроме того, что имеют психосоматическую природу, они больше не имеют никакой ценности именно для психологов. Вот. Ну, я так полагаю, что вы физически, вы здоровы. Хотя, конечно, можете задать вопрос, может быть, даже бесплатный вопрос в раздел медицины, там вам помогут. Именно с медицинскими показателями. Далее. Мне 29 лет, 16 лет, работаю сам на себя, дома за компьютером. Ну, вот, сразу. Почему вы работаете 16 лет сам на себя? То есть, как бы, 16 лет, вы подросток, ребенок. Вы уже работаете. Детство кончилось быстро, рано. Но у этого есть причины. Поэтому необходимо вернуться туда и увидеть, для чего 16-летнему ребенку работать у себя дома за компьютером. Причем, 16 лет, это я так полагаю. Так. Значит, 28-го года. Ага. Это год 2004. Вот. Получается. Ну, в России 2004 год, для интернета и для компьютеров, это очень такое, знаете себе, время было. Поэтому, видимо, нужна большая была у вас. Раз вы решили работать на себя дома за компьютером. Что примечательно дома. То есть, вы предпочли в такой, достаточно пассивный вид работы. И за компьютером. Высшее ученообразование. После обучения 2 года жил за границей. Интроверт. Ну, мне бы очень хотелось поговорить с вами о том, знаете, что такое интроверт. Вот. Вы знаете, жил за это очень модно пошло. Использовать этот термин, у меня депрессия. Ну, вот, у вас хоть диагноз есть, а люди просто говорят, у меня депрессия, у меня панические атаки, я интроверт, я экстраверт, я холерик, я еще кто-то. Вот. Я бы хотел с вами поговорить, что значит интроверт. Это ярлык, по сути. По сути, это ярлык. Тот, кто вывез в себе, это не интроверт. Интроверт, тот, кому комфортно в себе. Вам в себе некомфортно. Почему некомфортно? Простите. Весь ваш рассказ, весь ваш текст, это объяснение того, почему вы не интроверт. Да, вы ведете себя как интроверт, но вы не интроверт. Может быть, вы вынужденный интроверт. Возможно. Но не интроверт. Значит. Дальше. Так. В период с 18 до 25 лет достаточно много времени проводил в компании знакомых друзей. Ну, представьте, я бы вам поверил, точнее как, не тот, а поверил, а я бы принял то, что вы написали, если бы это не было таким, знаете, очень холодным перечислением. Я не чувствую, что вы были рады в этой компании, в этой компании, значит, ну, друзей, вот. Опять же, хотелось бы узнать, как у вас вот это вот коррелируется, да? То есть, какая корреляция между тем, что вы начали работать 16 лет, а в 16-25 достаточно много времени проводили в компании друзей. И зачем? Не хотели ли вы от них получить некую такую энергию для себя, которая вам, ну, была, которая вам помогла бы почувствовать себя живым? Далее. В связи с этим употреблял достаточно много алкоголя. Ну, на самом деле, я не думаю, что это плохо. Вот. Чтобы вы употребляли много алкоголя. И опять же, непонятно, хотели вы его употреблять, не хотели вы его употреблять. В браке не состоял, детей нет. Было несколько непродолжительных, серьезных отношений. Но здесь противоречия. То есть, понимаете, непродолжительных, серьезных отношений не бывает. То есть, если отношения непродолжительные, они не серьезные. Здесь возникает вопрос, а что серьезные для вас? Опять же. Понимаете? Для вас, вот, какие отношения серьезные? Что вы вкладываете в это понятие серьезные? Вот в браке, вы говорите, не состояло. Опять тоже, я не чувствую, не чувствую здесь ничего. Я не чувствую, что вы хотите в браке. Наоборот, не хотите в браке. Вот. Значит, который заканчивается не по моей инициативе. Но я полагаю, что вы своей без инициативностью провоцировали на то, чтобы эти отношения завершились. После разрыва первых серьезных отношений в 18 лет, около 6 месяцев, серьезный переживал данную ситуацию. И как пережили, выводы сделали, опыт извлеклись из того, что пережили. Понимаете, разрыв – это действительно травма. Это очень серьезная, большая травма. И это еще один пункт, на который стоит обратить внимание. В 18 лет первые отношения, серьезные ожидания, искренность, все вот это вот. И далее, значит, получается, у вас разрыв. И в результате этого вы могли просто закрыться от боли. Вы уже были склонны к тому, чтобы закрываться от боли. Вы уже были склонны к тому, чтобы, значит, от нее, ну, избегать ее. И вот вы, может быть, раскрылись в 18 лет в силу своей, так скажем, искренности. Вот. И произошла такая история. То есть тут опять же нужно разбирать причины, нужно разбирать вашу субъективную сторону, субъективную сторону девушки желательно. Вот. Но что-то вы приняли на свой счет. Может быть, посчитали, что вы недостойные отношения. Может быть, посчитали, что они слишком тяжелые, или что они всегда кончаются болью. Может быть, там вообще какая-то другая история, связанная с вашими родителями. То есть, например, ваши родители ругались все время. И вы, соответственно, увидели в этом какой-то сигнал для себя. Серьезные отношения бывают нечасто причиной... Опять же, серьезные отношения это какие? Вот. Причиной тому высокие требования к спутнице, и большую часть времени я не стремлюсь к серьезным отношениям. То есть, целенаправленно их не ищу. Но вы знаете, опять вот этот холодный рациональный расчет. Что значит, целенаправленно их не ищете? Отношения не нужно искать целенаправленно. Что значит требования к спутнице? Требования могут быть к чему-то коммерческому, к чему-то деловому. Требования к спутнице быть не могут, потому что получается какая-то условность принятия человека. То есть, так вот, ты моим требованиям соответствуешь, ты как бы проходишь. Ты нет, ты не проходишь. А откуда вы знаете, что эти требования, они вообще адекватны? Откуда вы знаете, что человек, который не соответствует вашим требованиям, не является тем, кто вам нужен? Понимаете ли вы, что требования, это по сути тот же ярлык, что и интроверт, которым вы себя назвали? Понимаете ли вы, что высокие требования к спутнице, это высокие требования к себе, отраженные в ней? И понимаете ли вы, что высокие требования к себе, это дочь его, по вашему мнению, ждали от вас родители? То есть, отношения не строятся так. Отношения – это не планирование, отношения – это не какая-то осознанная деятельность, отношения – это чувствование. И отношения у вас не получаются именно поэтому. Вот. Проблем в потенции нет, но к сексу, мне кажется, более равнодушным, чем другие мужчины, по крайней мере мои друзья. Ну, опять же, момент здесь такой, что, с одной стороны, это может быть просто физиологическая особенность, с другой стороны, это может быть одно из проявлений и подавления радости. То есть, секс – это источник радости, источник эндорфинов, а вы не считаете, что вы можете быть, ну, что вы можете радоваться, и поэтому, соответственно, секс себе запрещается. Целенапрального желания жениться нет, хотя не исключают его в любой момент, в случае взаимолюбив. Ну, понимаете, вот, это просто, вот, холодный расчет у вас здесь опять. Целенаправленного желания жениться нет, а что должно быть? А, не исключая этого в любой момент, в случае взаимной любви. То есть, будет взаимная любовь, будет свадьба. А как насчет взаимной любви, просто без свадьбы? Как насчет того, чтобы просто с человеком наслаждаться его обществом? Как насчет невзаимной любви? То есть, чтобы вы просто любили и что-то делали для человека просто так? Как насчет этого? Знаете? То есть, вы о том, что являются чувствами, говорите с таким холодным расчетом, что понимаешь, никакой взаимной любви у вас не будет, пока вы так относитесь к этому. Пока вы не слышите себя, свои чувства, вы не сможете услышать чувства других. Целенаправленного желания иметь ребенка нет. Хотя, после продолжительных отношений с любимым человеком, против бы не был. Это не позиция. Это не позиция. Это не позиция. В первом случае, вы говорите, не исключаю. Во втором случае, вы говорите, против бы не был. А хотите чего? Есть пассивность в этом. Знаете, есть в этом пассивность. И нет четкой позиции. Вы хотите ребенка или нет? Вы говорите, против бы не был. Ну, вот у вас и рверок будет таким, что, ну, против бы не был. Понимаете? То есть, вы говорите, я не исключаю женитьбу в любой момент, в случае взаимной любви. А что я делаю для того, чтобы у меня была взаимная любовь? Вот, прямо здесь и сейчас. То, что вы хотите работать, это я понял. То, что вы хотите интегрировать психологическое, так сказать, знание в себя, это я тоже понял. Но, позиции-то нет. Желаний-то нет. Знаете? Целенаправленного желания, говорите вы. Желание не может быть целенаправленным. Потому что цель, это взрослое состояние. Желание детское. Цель, это ум, мозг. А желание, это инстинкты, тело. Вы совмещаете две несовместимые вещи, по сути. Да, желание можно направлять. Желание можно стараться сделать, ну, стараться реализовать наиболее доступным, правильным, безопасным путем. Это верно. Но для этого используются взрослые. А не для того, чтобы контролировать желание. Вот. Ну, то есть, понимаете, да, что этого я не исключаю, я не был бы против. Это, по факту, отсутствие своей позиции, карты желаний. То есть, я не знаю, чего я хочу. Ну, да, я не был бы против, ну, потому что, ну, вроде как надо, да, если любовь взаимная, почему бы не жениться, а если женились, почему бы ребенку не завершить. Вот. Ну, то есть, все это вам счастье не доставит, на самом деле. Вот. И, с одной стороны, это хорошо, что вы не хотите жениться, потому что сперва нужно девочку найти и встретить, и ребенка не хотите. Это хорошо, потому что сперва нужно создать семью. Но, с другой стороны, при таком подходе, что я не исключаю, я не был бы против, у вас и девушек никогда не будет. Потому что, и нужно добиваться, нужно хотеть, чтобы горели глаза, нужно рисковать. Знаете? Последние три года стало очень редко встречаться с друзьями, в основном, во время, все время проводя за компьютером, работая, общаясь в соцсетях и занимаясь серфингом в интернете. Ну, это, по сути, проявление апатии. То есть, мы попытались чего-то достичь, попытались чего-то добиться, у вас не получилось. Вот. И все. И вы начали идти по пути наименьшему сопротивлению. То есть, если у меня есть чувства какие-то, я их подавляю и занимаюсь тем просто, что вот мне удобно. Стояние апатии, пониженного настроения, тревожности. Так. Ну, апатии я уже говорил. Тревожность, это по сути, сигналу вашего головы. Подсознание о том, что нужно что-то менять. То есть, нужно менять вашу образ жизни. Нужны хомби. Нужна более активная работа. Возможно. Ну, или что-то еще. Тревожность, это симптом того, что пора что-то менять. Пониженное настроение, ну, это понятно. Опять же говорю, отсутствие радости. То есть, отсутствие желания и отсутствие их удовлетворения. Ну, кроме самых таких насущных. Проверя в год, ездив в путешествие, обычные решения об этом применяются в редком состоянии активности. Понимаете, да, вот, состояние активности, когда вы готовы. Вообще, это, знаете, больше похоже на не тревожное депрессивное расстройство, а скорее маниакально депрессивный синдром. То есть, когда у вас состояние активности, сменяется состояние пассивности. Ну, опять же, я не врач, не могу этого говорить, но мне почему-то кажется так. Ну, вот. И, опять же, это как бы всплеск желаний. А потом включается мозг, вы начинаете думать, а вот зачем я поеду, а для чего я поеду, а то я там не видел, и а-а-а-а-а, и так далее. Там это вы умный человек. То есть, возникает подавление. Подавление своих чувств. Желаний ехать нет, удовольствия от этого не получая, да вообще ни от чего не получая. Даже живя два года на прекрасном тропическом острове у моря в вечном лето, не сказал бы, что это сильно радовало меня. Правильно? Потому что радость она внутри. И умение наслайдаться с тем, что есть, это тоже внутри. Здесь вам гистальтерапия подошла бы, на мой взгляд, идеально. С целостность образов, восприятие мира целиком. Значит, не разделение его на конкретные образы, то есть, ну, не деление на более мелкие категории. Вот здесь, я думаю, гистальтерапия вам подойдет. То есть, по сути, это вот целостное восприятие мира и умение наслаждаться. А не умеете вы, опять же, из-за того, что, из-за опыта, которые получили в детстве. То есть, вы слишком рафинированы, говоря грубо. Последние 10 лет живу в апатии, тревожности и пониженном настроении. Что есть в последние 10 лет. Но это довольно много. Я полагаю, что это уже взял хронически, поэтому, если вы будете заниматься с психологом, то имеет смысл, наверное, у врача взять какие-то препараты. Потому что за 10 лет вы вообще довольно вжились в этот образ свой. Внешне выглядит все хорошо. С физическим и здоровьем проблем нет. У меня, ни у близких. Ну, вот интересно. Интересно, что вот то, что вы пишете, да, по поводу много друзей, свободный график. У вас со здоровьем проблемы нет. Со здоровьем. Вот. Мне кажется, у вас и родители такие были. То есть внутри у себя проблемы, склоки, ссоры, ругань. А мне не все здорово. Верно? Это такая, знаете, обман. Как бы других, окружающих. Не дай бог, что подумают обо мне. Вот. Я не уверен, что вы своим друзьям рассказываете о том, что вы чувствуете. Потому что знаете, вероятно, что они вас не поймут. Может быть, кому-то и рассказываете, но в основном, мне кажется, нет. Алкоголь последние 4 года употребляю раз в неделю. Пиво, когда чаще, когда режу. Ну, здесь зависит много от того, какое пиво и сколько. Тот раз в неделю сигнал тревожный. Через какое-то время это может перерасти в привычку. Вот. Потому что пиво все-таки алкоголь и вас расслабляет. Вот. Но пиво может быть сигналом того, что помимо сценария безрадости, о котором я говорил, есть еще сценарий на уничтожение себя. И здесь наркотики, вот эта вся история. Вот. То есть вы хотите отказаться от него, да. Но ваша жизнь станет беднее. Вы опять мозгом все зафиксируете и будете думать, что это здорово. То, что вы сделали. То, что вы зафиксировали. Нужно на самом-то деле не убирать алкоголь. В нем ничего плохого нет. Нужно прочувствовать, что вы от него хотите. Что заставляет вас его употреблять. Я не уверен, насколько вы воспримите мои слова сейчас. Но я могу поделиться собственным опытом того, как вот мне иногда хочется бывает выпить. Я могу вам это рассказать, если хотите. Дальше. Наркотики. Редко в компаниях курил травку, уже несколько месяцев не курил и не планировал. Но опять-таки, потому что почитали, что это вредно. А из-за чего курили-то? Пробовал он витамин. Было интересно, как он повлияет на мою нерешительность. Повлиял хорошо. Ну то есть, понимаете, вот это вот, с одной стороны, желание снять нерешительность освободиться. С другой стороны, наркотики это как бы подставлятельное стремление убежать. Убежать от реального мира. В реальном мире вам тяжело. И скорее всего, желание убежать идет из детства, когда ваши родители ссорились. Так, ну, то, что вы познакомились, ходили, раскрыли свой потенциал, это здорово. Ну вот, но, тем не менее. То есть, позволили себе такую щалость, знаете, вот. Вы подавляете себя, а вот, а тебя, а наркотики, ну, как, это как прорыв, по сути. Вот. Не по своей инициативе принимал один раз, значит, экстази, особого интереса не было. Не подействовал никак. Ну, это, я полагаю, особенности организма. Уже давно не представляю, что это. Провол грибы. Думал, умру. В общем, тут у вас неприносимость, я так полагаю, появилась. Вот. И плюс то, что вы увидели двух молодых людей. Которые здесь не занимаются сексом, это вот, конечно, это особенность. Мне кажется, что это, возможно, скрытый запрет на контакт с девушками. То есть, запрет того, что вы не должны быть с девушками. Я не знаю, может быть, в детстве вам подавляли сексуальность. Вот так. Потому что, ну, как правило, это так. То есть, я не знаю, может быть, знаете, может быть, мужчины и действительно занимались сексом там. Вот. Ну, то, что вы об этом помните, то, что вы это видели. Ну. И то, что это дьявол, вот это всё, вот это, осуждение. То есть, как бы, вы попробовали грибы, вы увидели, что, вот, как бы, всё, разврат, да, то есть, однополый секс, дьявол, то есть, по сути, это вот, такое олицетворение всего того, что вы делать не должны. Это и есть контроль, по сути, ваш. То есть, страх какого-то, вот, может быть, бессонетный, страх какого-то осуждения. Вот. Ну, мне так, опять же, это видится. Кстати, олицетворение могут же что-то значить. Однополый секс, мое отражение в зеркале, как дьявол, или у лягушки изо рта. Да, однополый секс, друзья, это запрет на, значит, любовь к женщинам. Ваше отражение в зеркале, как дьявол, это то, что, по вашему мнению, вы грешите, по вашему мнению, вы не имеете права на удовольствие. Лягушки изо рта, это обесценивание всего того, что вы говорите. Рост в средней семье по социальному статусу, семье по социальному статусу была семья средняя, был тихий, скромный, малоразговорчивый, были комплексы по поводу дефекта речи R и L. Ну, вы знаете, у меня тоже есть дефект речи, если честно, и, как правило, я вам могу сказать только то, что дефект речи, это позволяет человеку узнать. Узнавать его лучше. Поэтому по поводу комплексов рекомендую почитать книгу «Я умею прыгать через лужи» и Алана Маршала. Вот, почитайте. Будет полезно. Что-то были тихим, скромным, малоразговорчивым, но, соответственно, подавляющие родители. Так, в какой-то момент несколько лет была сильно угревая сыпь, тоже давала комплексов. Ну, это понятно. Интересно, что родители никак не принимали участие, да, в том, что у вас комплексы. До школьного возраста отец много пил, я этого не помню. Ну, вы этого можете не помнить, но зато вы помните, как его боялись, как он, наверное, буянил, вследствие чего вы были тихим и скромным, потому что хотели спрятаться. Вы и сейчас хотите спрятаться. Вы и сейчас спрячетесь, по сути дела. После, раз в пять были запои, потом ходировка опять на пять лет. То есть, у вашего отца была программа на самоуничтожение. Ваш отец не считал себя достойным жизнью. И он, вероятно, то же самое передал и вам. Есть старшая сестра, но вы отношения с ней никак не раскрываете. То есть, как она к вам относилась. Ну, думается мне, что вы себя чувствовали хуже нее. И думается мне, что близких отношений между вами нет. Отец и мать очень часто и очень сильно ругались, развелись уже после того, как я стал жить отдельно. Ну, ругались, понимаете. Ребенок, во-первых, руган родителей, всегда воспринимает на свой счет. То есть, это он виноват. С другой стороны, ребенок чувствует негатив. И если ребенок боится, когда его родители ругают, то он пытается стать незаметным и боится высказать любое свое желание. Потому что думает, что это может провоцировать скандал между родителями. Вот. И опять же, что-то родители ругались, в частности, ну, в общем-то, не очень хороший опыт дает эмоциональное с близостью. То есть, если родители эмоционально не близки, то и ребенок эмоционально с близостью с кем-то не может. Либо это будет болезненная зависимость, да, либо это будет, вот как у вас, полное отношение. Ну, без учета первых отношений, которые были в 18 лет. Вот. То есть, понимаете, да, надеюсь, о чем я говорю? Вы видели, к чему приводит семья, вы видели, к чему приводит эмоциональная близость. И вы от этого решили избавиться. Ну, как бы, вы решили, приняли решение, что, нет, я так не хочу, не хочу ругаться. Вот. И вроде бы у вас все получилось, да, в 18 лет у вас были отношения, но они разорвались. Потому что вы не умели, наверное, проявлять свои чувства и проявлять свою любовь. А мы же делали это через шир, как и любой психотик, то есть, человек, который нуждается в другом-другом. Вот. А родители меня любят? Ну, да. 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 Я заметил. Я заметил. Я ничего не говорю, они думают, что любят, но любовь это... Никогда отец и мать ругаются и никогда отец спьет. Знаете? Стой. Если отец спьет, он себя не любит. Если он себя не любит, как он может любить кого-то и ничего? А мать? Ну, мать, она, видите, по сей день переживает по любому поводу в отношении меня. Вот. То есть это, знаете так, стремление к контролю. Вот получается, что отец у вас это человек, который запрограммирован себя убить, а мать это человек, который запрограммирован себя контролировать и испытывать тревогу. И поскольку хотите вы, ну, как правило, для мальчика образ отца является основным, а мать показывает, как это нужно сделать. Ну, вот вы и выросли таким, как он, тихий, скромный, да, молчаливый, но при этом все контролирует. Любовь, она не такая, она не тихая и не молчаливая. Тихая и молчаливая это не любовь. Переживание вашей мамы по поводу и без повода в отношении вас это не переживание, это ее спокойствие. Далее. Никогда не били, не ругали и поводов не давал. Ну, что я могу сказать, плохо, что не давали поводов, потому что ребенок должен давать поводы своим родителям. Однако вы были послушными и вот что из этого получилось. Не свободны вы, не свободны. Я думаю, что у вас, знаете, есть так называемый тупик в терапии. Личный тупик. То есть я полностью, вот я такой. Тупик третьей степени. Да? Когда человек даже не осознает, что он такой. Ну, вы осознаете, но так вот, поскольку, поскольку, чуть-чуть. Вот. И с тупиком третьей степени нужно работать через представление себя другим. То есть вот вы в детстве не давали поводов, а если бы, если бы давали, как бы было, что бы было, да? Ну, а по поводу негативных установок, это вы их не замечаете. Знаете, если бы ребенок мог заметить негативную установку, он мог бы им не следовать. Поэтому я полагаю, что детальный разбор покажет, что они были. Они, они были хотя бы потому, что отец пил, и они ругались с мамой. Вот. Кхм. Кхм. Далее. Эм, учился в среднем. Эм, стабильная тростройка была. По русскому языку. По математике всегда была 5. А потом, когда начали сравнение, эм, значит. Короче, вы больше гуманитарий. То есть вы больше мыслите образами, но при этом заметьте, что эм. Вы больше тягачите к технике. В общем, вам не кажется это странно, что вы гуманитарий, но тягачите к технике. Почему? Потому что гуманитарий это образность, это чувство, это смысл. А вы это подавляли. При этом способность у вас есть. Эм, так. Около года назад, эм, произошел скачок, начал активно встречаться с друзьями. Эм, значит. Так. Ну, в общем, этот скачок, это, на мой взгляд, всплеск, эм, активного поведения. Что, в общем-то, эм, подтверждает то, что я говорил про депрессивно-маниакальный синдром. Вот, так оно обычно и бывает. Эм, и, соответственно, через два месяца отношения зашли на нет и вернулось в такое старое состояние. Ну, я помню, вы даже писали, по-моему, что-то об этом. Эм, в своем, вот, другом вопросе. Эм, я полагаю, что вы просто начали, эм, себя контролировать. То есть в какой-то момент ваши желания копились-копились-копились-копились, и потом они начали убить через край, и вы начали что-то делать. Это все, это все, эм, либо это все, чего вы хотите, либо это все, чего вам не хватает, либо вы, эм, и даже к этому себя принуждаете. Так, эм, значит, эм, так. По поводу отношений сильных переживаний не было. Ну, значит, это вы просто интуитивно почувствовали, что нужно делать что-то более активное. То есть, опять же, это было не ваше решение, иначе вы переживали бы. С другой стороны, вы могли не переживать и потому, что защищали себя от боли, которая у вас была в 18 лет. Эм, в решении года ходил на прием к психотерапевту, поставил депрессивно-треводное расстройство. Эм, назначил лечение психотерапии. Три раза сходил, эффектно не почувствовал. Эм, ну, на самом деле, психотерапия длится гораздо дольше. За три раза, эм, мало чего произойдет. Эм, интуитивно показалось, что мы идем не в том направлении, и человек нацелен больше заработать, чем помочь. Ну, по поводу больше заработать сказал. А вот по поводу интуиции. Эм, забавно, что интуиция у вас больше нигде не проявляется, а только в этом. Как бы она не, не была средством защиты. То есть, вы, эм, не стали работать человеком только потому, что интуитивно вам показалось, что вы идете не туда. А, а куда надо было идти? Сказали ли вы психотерапевту об этом? Обсудили ли вы это с ним? Понимаете? Это не то, чтобы странно, это просто подозрительно. Это показательно. Вот интуиции больше у вас нигде нет. По крайней мере, я не увидел ее проявление. А вот здесь есть. Когда вы начали работать? Ну, значит, сопротивляетесь, сопротивляетесь вы работе над собой. Так, значит, вы попросили выписать антидепрессанты. Так, транквилизаторы для снятия сильной тревоги. Рекомендованные препараты не оказали никакого диска. Ну, потому что, ну, это, опять же, ваша физиология. Еще раз была консультация по скайпу со специалистом с высоким рейтингом. Тут на процессе общения он как раз упоминал, что я вру, хотя я не врал. Поэтому дальнее желание, потому что работа с ним не возникла. Но опять. То есть вы работаете со специалистом, и человек вам что-то говорит. То есть, конечно, если он сказал вам прямо, что вы врете, это не культурно. Это нехорошо. Но если он чувствует, что вы говорите неправду, ну, как минимум, к нему нужно прислушаться. И вы опять прекратили работу, потому что что-то пошло не так. Но только в том, что с психологом не будет происходить все так, как вы хотите. То есть, и в первом, и во втором случае, причина, по которой вы отказались от психотерапии, несколько, ну, мягко говоря, странно. То есть, я понимаю, если вам человек действительно оскорблял, да, там вас, говорил, что вы врун и так далее, это да. Это, конечно, никуда не годится. А если человек говорит, что вы говорите неправду, это уже совсем другой вопрос. И то, что вы ушли, в этом случае говорит о том, что вы не захотели выходить из своей зоны комфорта, по сути. Так, значит, последние месяцы усилилось состояние сильной беспричной тревоги, по описаниям, вроде не сильно, походя на паническую атаку, нет многих. Так, ну, вы здесь уже начинаете себя лечить, я не знаю, по описаниям, по описаниям. То есть, вы сами читаете описания, сами пытаетесь диагностировать себя. Ну, это всё продолжение, это всё продолжение. Продолжение к гиперответственности, продолжение того, что я за всё отвечаю сам, что это ваша семья. Как бы я всё должен решить, что я лучше знаю. Ну, вот. Знаете, ну. Опять же, вы говорите, вот, например, что у вас не было желания работать с ним. Простите, а вы работаете для чего? Чтобы помочь себе? Или потому что это весело, здорово? Если вы работаете, то работать нужно не по желанию, а по дисциплине. А иначе ничего не получится. Понятно, что у вас не будет желания, потому что, с одной стороны, это вам угроза, да? Угроза вашей привычной жизни. А с другой стороны, это, ну, как бы, как бы, отказ от контроля. То есть, когда другой человек за вас решает. А вы к этому, видимо, не привыкли. Так, значит, тревога не такая острая, длится долго, по несколько дней, периодически усиливается, давление повышается, туман в голове, сходить в магазин, тем более, нет. Так, ну, это курачил. Это однозначно курачил. Я думаю, что здесь психолог вам здесь ничего не подскажет. Так, поэтому на ранней стадии устраняю её, но когда чувствуется, начинает накатывать, ну, устраняю её, когда чувствуется, начинает накатывать. В последний раз, при сильной тревоге, появился пульс в спокойном состоянии, до 120. Ну, это вам точно-точно нужно крошить для начала для контроля пульса и всего такого. А тревога, это, по сути, ваше подавляемое желание. Так, значит, это было полтора месяца назад. Так, жалобы. Дальше у вас идёт по версии, я вам, если честно, здесь ничего не буду говорить, потому что, ну, это, это просто, это просто не область психологии, в общем, в общем говоря. Так, вот вы говорите, что, значит, после приёма препаратов настроение стало ровное, то есть оно, вот, как-то выровняло ваш эмоциональный фон. Вот, но при этом энергия не появилась, да, сильная апатия прошла, осталась скорее лень и выработанная годами прокрастинации. Вот, значит, ну, прокрастинация, опять же, всё тоже вследствие подавления вашей свободы, спонтанности и желаний. Значит, любознательность вопросов мировосприятия, осознанности, достижения счастья, поиска призвания, смены вида деятельности, самосовершенствования, психологии, учения буддизма, медитации. Ну, мне кажется, это, знаете как, это вот у вас есть ощущение, что вы всего себя лишали, а теперь, когда у вас привез, вы стали просто всё в себя впитывать. Знаете, пока вы будете принимать препараты, возможно, всё будет хорошо. Вот. Я бы не рекомендовал вот этим всем увлекаться, а использовать препараты именно для прислушивания к себе. Эм, так, сейчас цели такие, повысить уверенность в себе, скованность, но это, соответственно, снятие запрета. Лень, это высвобождение вашего эго-состояния ребёнка. Эм, повысить энергию, ну, понимаете, вы слишком много уделяете слову энергия, энергия в данном случае это, скорее, желание. Это просто желание что-то делать, это чёткое понимание того, что я делаю то, что хочу, а не то, что надо. Ну вот. Эм, повысить уровни жизнерадостности и абсолютно контроля мыслей. Вы знаете, вот противоречия здесь. Жизнерадостность и счастье нельзя повысить, повышая контроль мыслей, одно другое исключают. И контроль мыслей у вас моё почтение. Его не надо повышать. Эм, повысить когнитивные функции, фокус и брать рассеянность. Ну, рассеянность, это, знаете ли, может быть следствием как физиологических проблем, и тогда вам крачу, либо это следствие всё того же, то есть отсутствие мотивации. Поэтому есть, конечно, упражнения на фокус внимания, есть упражнения на фокус внимания. Вот. Но, тем не менее. Надо сперва исключить физиологию. Проблемы с ДИКС и РЛ, понимаешь, это к логопеду. Ну да, это к логопеду лучше. А в разных состояниях, где эффект речи проявляется по-разному, под алкоголем, менее. Ну, когда вы расслабляетесь. Когда вы расслабляетесь. То есть, это логопед научит вас расслабляться. То есть просто не напрягаться. Можно более естественно говорить. Есть специальные упражнения для расслабления. Так. Значит. Стоит ли работать над этим путем психоэмоциональной сферы? Ну, только после логопеда, я полагаю. Если какие-то останутся симптомы. Когда перестану пить, депрессивное состояние вернется. Да? Потому что препараты не лечат. Препараты не лечат. Препараты лишь только ослабляют симптомы. А лечение все равно психотерапией. Видимо, стоит работать над источниками. Да, стоит. С детства нет аппетита. Кто с этим делать? Я полагаю, это все тоже. Зажим своих желаний. Я хочу заниматься очно. Он обладает хорошими навыками эриксоновского гипноза. НЛП. Я прекрасно понимаю всех от работы. Буду зависеть, насколько четко я опишу свое состояние. И для этого мне нужно лучше понять. Поэтому нужна ваша помощь, чтобы из огромного сообщения вы сделали какие-то выводы. Уточнили фокус проблем пути их решения. Ну, в принципе, мне кажется, я сказал все здесь, чтобы я четко и корректно донес специалисту всю информацию. Понимаете, четко и корректно это не вы. Четкость и корректность это не искренне. Понимаете? Не надо доносить четко и корректно. Специалист этого хорошего он все поймет сам. Вам нужно донести искренне то, что вас волнует. Опять здесь у вас контроль начинается. Помимо того, что бы вы посчитали, самым главным написать. Я хотел бы увидеть ваши советы по поводу каждой моей цели. А решается ли проблема вообще психотерапевтическими методами? Если да, то никаким лучше. Вот опять. Решается ли проблема? Да, решается. Каким? Какому у вас больше расположено? Нет. Нет универсального средства на самом деле. Нет универсального рецепта помощи вам. Многие специалисты, они работают интегрированным методом. То есть и тем, и другим, и третьим, и четвертым. МЛП это программирование, то есть привязка какого-либо чувства к какому-либо действию, насколько я знаю. Какие проблемы таким центом можно решить? Такой же вопрос по поводу холонотропного дыхания. Проблемы можно решить в основном такие, очень поверношно-поведенческие, да, то есть то, что касается вашего поведения. Можно снять нерешительность, можно изменить свое поведение, но проблема проявится где-то в другом месте. И так далее. Потому что первую причину НЛП не убирает. Дыхание, в принципе, я думаю то же самое, то есть это тоже направлено на такой обман. Обман как бы своих желаний, своих страхов и так далее. Вот. Для достижения кратковременных результатов это здорово, но опять же проблема может проявиться где-то еще. То есть болезнь может какая-то появиться, там нервный тик появится, еще что-то будет. Поэтому если вам прямо вот сейчас надо это все сделать, да, то есть надо подкорректировать себя, подкорректируйте. Уберите нерешительность, уберите дефекты речи. Кстати, НЛП поможет, тоже может помочь убрать дефекты речи. Вот. Но это глубинная проблема, все равно останется, ее лучше решать с психологом регулярной терапией. И не так, что вы уходили, когда вам не понравится. Потому что, и что-то повторю, это не прогулка. Вот. Ну что ж, я стал героем только что, да. Я два раза прочитал этот текст, я даже два раза герой, потому что один раз я прочитал текст сам. И другой раз прочитал его еще вам, как бы в аудиозаписи. Так что я два раза герой. Вот. Надеюсь, что мой ответ вам полезен был. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, я буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.